Что будет с ребенком? Ну, на самом деле, в любом случае, он здесь пробует неделю, потому что сейчас взяли все анализы для того, чтобы проверить на все инфекции, потому что это очень важно понять, не боле ли чем-то ребенок. При визуальном осмотре вчера вечером проводили осмотр ночью, сейчас утром в два врача мы вместе были. У него, в принципе, никаких повреждений нет. Есть какие-то шрамы на ногах, на руках, но они такой же давности, несколько месяцев. Свежих таких у него повреждений нет никаких. Поэтому, значит, он в нормальном состоянии абсолютно, мальчик очень веселый, добродушный. Что касается того, который туда попал, он летел на двух самолетах. Из штата Теннесси, из города Шелку-Витт, вылетел на самолете в Вашингтон, и потом уже из Вашингтона в Москву. То есть он почти сутки, а то и больше был в дороге, поэтому, естественно, еще не устал. Я попытался расспросить его по семье, он хорошо отзывается о бабушке, о дедушке, о старшем брате Логане, но очень плохо говорит про мать, которая не отказалась. Как только я стал спрашивать его про Тори Хэнсона, он сразу сделал лицо, и видно, что я прям слезы нырнусь на глазах. Я говорю, а что, она тебя обижала? Он говорит, нет, она меня не била, она делала вот так все время. Показал. Она его таскала все время за волосы. Я говорю, много, да? Он говорит, много таскал за волосы. И он прям сразу начинает плакать от этого. То есть, видимо, обращался достаточно жестоко его приемная мать. Еще один очень важный вопрос. Сюда ночью приезжали представители американского посольства, которые вступили в диалог с охраной, угрожали, сказали, что привлекут к ответственности руководство больницы за то, что их не пускают, за то, что не выдают американского гражданина. Значит, чтобы не было никаких заблуждений, Артем Савельев, который сейчас фамилию Хэнсон носит, русский гражданин. У него есть паспорт с собой русского гражданина, российского гражданина. Во всех документах свидетельствия о рождении он указан как российский гражданин. Мало того, сама его приемная мать, Тория Хэнсон, написала в записке, так как он русский гражданин, прошу забрать его обратно. Поэтому однозначно, это российский гражданин. Мы будем его защищать, мы его не выдадим ни работникам посольства, ни Соединенным Штатам Америки. Если вы посмотрите внимательно на его визу, то виза американская, стекла 4 апреля 2010 года. А он летел 8 апреля. Поэтому, в принципе, вопрос должны были задать уже на границе. Американцы всегда смотрят. Офицер пограничной службы должен был задать вопрос, почему мальчик с просроченной визой вылетает. После этого у него должен был возникнуть вопрос, почему мальчик один вылетает, и куда он, собственно говоря, летит, и какие у него документы. Но вот на эти вопросы никто не ответит. Поэтому, мне кажется, здесь нашим американским партнерам есть над чем подумать и есть с чем поработать. И со своими пограничными службами, и с таможней, и с авиакомпанией, и с мамой, которая таким образом обращалась с ребенком, отправила его одного, и, конечно же, с аккредитованной компанией, которая занималась подбором усыновителей. То есть это все должно быть оценено с точки зрения юридической, правовой, именно нашими американскими партнерами.